Депутаты Тверской городской думы посетили Экомашгрупп. На предприятии разрабатывают и производят оборудование для сортировки, переработки, утилизации твердых коммунальных отходов. Народные избранники познакомились со всеми циклами производственного процесса. Наталья Чекет продолжит. Компания была образована в 2012 году. Здесь выпускают автоматические и ручные мусоросортировочные комплексы, конвейерные системы для различных материалов. В рамках импортозамещений на предприятии производят элементы для всех видов оборудования, которые используются в процессе работы с твердыми коммунальными отходами. Прессы, оптические и баллистические сепараторы, разрыватели пакетов, измельчители материалов. Например, для сортировки органических отходов здесь собирают два специальных типа оборудования. Барабанный грохот и дисковый сепаратор. У них принцип один и тот же, то есть они отбирают мелкую фракцию. Но разница в том, что в размере на площадке, если место есть, то эффективнее ставить такое оборудование. Если места нет, то эффективнее ставить такое оборудование. Кроме производственных цехов, депутатам показали и конструкторское бюро, где с нуля разрабатываются мусороперерабатывающие предприятия. Здесь специалисты компании, находясь в Твери, могут в онлайн-формате наблюдать и управлять всеми процессами по переработке в любом уголке России. За весь период работы предприятие поставило оборудование более чем на 100 мусоросортировочных комплексов общей производительностью 8 миллионов тонн в год. И мы вот сегодня походили и увидели, что многие регионы активно сотрудничают, заказывают эти мини-заводы. Мы посмотрели на линии по переработке, линии качественные, современные, намного дешевле, чем импортные аналоги. В завершении визита на производство народным избранникам продемонстрировали макет мусороперерабатывающего комплекса, который действует в Белгородской области. Он может работать без людей. Рабочие здесь нужны только на контроле качества. Здорово, что такие самые современные технологии, которые по многим параметрам превосходят даже европейские аналоги, где уже давно занимаются раздельным сбором отходов, очень здорово, что они у нас в регионе уже притворяются в жизнь.